Увлечение шашками пришло к Софии Дудник не сразу. Раньше она любила просто играть дома с мамой. Тогда о золотых медалях и кубках никто и не думал. Все изменилось, когда мама привела девочку в дворец детского творчества, в объединение шашки. Постоянные занятия с тренером, в том числе дистанционные, помогли Софии достичь высокого уровня игры и выступить на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге. В состязаниях приняли участие 114 спортсменов из 17 регионов. На таком уровне уже нет слабых соперников. Каждый оппонент силен по-своему. В Санкт-Петербурге были соревнования «Белые ночи». На них я заняла первое место и прошла весь турнир без потерь. Они мне понравились тем, что они позволяют сразиться с сильными соперниками и отдохнуть в таком красивом городе. Воспитанница тренера Олега Васенькина одержала победу в классической программе возрастной категории девушек до 11 лет. В молниеносной программе юная саровчанка проиграла всего один раз и завоевала серебро. В классической программе есть время подумать, просчитать все ходы на несколько шагов вперед и построить сложную комбинацию. А в молниеносной программе нет времени. Надо быстро анализировать позиции и быстро принимать решения. Такие соревнования дают игрокам хороший опыт спортивно-интеллектуальных сражений с сильными соперниками. Подсказывают направление развития в игровом искусстве. Саровских шашистов знают по всей России, от Удмуртии до Якутии. Но чтобы достичь успехов, необходимо быть усидчивым и внимательным, жертвовать личным временем. Так, после выполнения школьного домашнего задания, София сидит и решает шашечные комбинации. Это уже не первые всероссийские соревнования для саровчан. Я ездила в Ярославль на всероссийские соревнования в памяти гроссмейстера Скарабова. Там я играла в выстрел программе, где заняла второе место, и в молниеносной программе, где заняла первое место. В ближайших планах Софии поехать на всероссийские соревнования «Волжские зори» в Самаре, а также на первенство Приволжского федерального округа в Казани. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Кирилл Новикевич, Служба новостей, Саров-24.